да добрый день дорогой лев пак это корейская фамилия да 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 добрый день к сама добрый вечер или доброй ночи у нас 26 вечера скажи пожалуйста ты живешь сейчас где а я живу в алмате это казахстан давно живешь там да я уже живу больше 20 лет здесь и история знакомства с ключом началась именно в алмате вот я более шести лет проработал очень активно именно в области информационных технологий а там те кто знаком с этой сферой и областью вся работа с программным обеспечением это связано в ночное время вот и ну соответственно нарушились все биологические ритмы если ночью работаешь а это тебе не подходит и появляется каскад психосоматических заболеваний а там еще и нервы и так далее и вот я как-то скажем так столкнувшись с этими проблемами думал нужно что теперь делать какой же выход с этой ситуации и собственно на тот момент конечно я не знал что делать и а попасть поправляю рубашку чтобы красивым быть потому что положу меня сколько тебе лет так мне мне 47 лет сейчас я думаю что вы выглядите не намного старше спасибо большое просто я спрашиваю сколько лет потому что когда я знакомлю всю нашу школу чек будущего хома футуру с новым участником но ты не новый участник ты уже там да 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 ты же подписан на наш канал youtube конечно смотришь наши всякие разные темы по философии по человечности но ты там уже подумываешь определение что такое любовь что такое сопереживание чувство бесценности живого созидания самосовершенствования совместное созидание что счастье это быть собой но высшее счастье это быть собой и когда мы вместе то есть энергетический диалог когда мы вместе решаем одну и ту же волнующую каждого задачу а вот сейчас меня очень волнует я прошлый раз посмотрел твое видео интервью журналистам где ты рассказывал о том как ты измеряешь череп и определяешь асимметрию и выравниваешь с помощью приемов кинестезиологии но сейчас я хочу вспомнить ты же по моему шейла и тогда когда у тебя сон сон был ночной занятой эти технологии и по моему там как-то говорил что ты создавал в казахстане что вот это вот айти айти вот это что ты там делал а это как раз был период когда аналоговая связь переходила на цифровую и именно я участвовал вот именно в этом переходе когда прокладывали оптиковолоконную связь чтоб интернет был скоростным и вся значит и телевидение и вся связь был был была вот у нас цифровой вот как раз я участвовал в этом проекте и работа в основном была в ночное время вот и первый первый симптом по здоровью это была конечно аллергия это всем наверное знаком знакомы эти симптомы когда ты не можешь сосредоточиться все у тебя все все раздражает все как говорится если вся слизистая течет вот и собственно у нас попасть хорошему аллергологу очень сложно это надо ждать две недели для того чтобы прокапаться там анти прокапать антигистаминовые препараты для того чтобы стало легче вот и мне однажды просто сказали ты теперь не можешь есть всю пищу которая ну который скажем так она моя вся любимая да и там очень много восточных корейских блюд и я я вышел честно говоря такой депрессии думал а зачем тогда жить вот но где-то в глубине души конечно не согласился и случайно я попал в корею поехал в корею и эти же продукты я стал употреблять и я смотрю что аллергии нету потом я опять приехал сюда я думаю почему же у нас я приезжаю домой у нас есть аллергия вот и мне стало интересно и я стал искать объяснение этому и потом как-то случайно в интернете я увидел про метод ключ увидел вас и собственно обратился и тот момент окликнулся шелла и мы договорились с ней о встрече и собственно я прошел у ней курс сначала базовый потом продвинутый вот и я так удивился как могут упражнения решить проблему которые не могли решить доктора то есть они просто запретили мне скажем так есть ту пищу приготовить антиаллергенную аптечку на случай какой-то кризиса ситуации и ожидать чего-то худшего вот и применять применив ключ я конечно его очень активно применял я понял что это был было все вот то напряжение которое скопилось я просто вот это все сбросил то есть перезагрузился организм гомеостаз пришел в норму вот интересный момент отметил что ты ночами не спал занимался эти технологиями участвовал активно в проекте каком-то да вот таком важным для казахстана в этот момент аллергии у тебя а потом ты стал делать ключевые приемы и оказалось что вот это вот ты сейчас заметил очень хороший момент что это оказывается все напряжения которые возникали из-за постоянных ночных работ и вызывали этот сбой до восприимчивости ко всему и там и понервничаешь аллергия и цветок понюхаешь аллергии поешь нету аллергии то есть это высокое напряжение которое накопилось до ключевые приемы гармонизирует систему то есть сбрасывает напряжение и ты потом стал что и я потом стала применять то есть я чувствую что набирается напряжение без стрессов никак все равно жизнь все равно мы на что-то реагируем и как такое я чувствую что у меня появляется напряжение я делал значит ключевые упражнения и собственно таким образом восстанавливал вот этот свой гомеостаз и постепенно постепенно я не скажу чтобы сразу аллергия исчезла она просто стала меньше проявляться 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 и в конце концов она скажем так исчезла сначала значит на два года не проявлялась потом я ездил в горы она как-то там проявлялась потом я уже продолжала это дело дело делать но ключевым фактором а явилось вот что хасай магмедович и дорогие наши слушатели я так по своему опыту и по своим наблюдением понял что у меня мне необходим полноценный сон и потом я уже когда стал изучать эту тему сна что оказывается когда у человека полноценный сон в ну первое это конечно энергии больше и второе вот именно фазе сна глубокой полноценной фазе сна у нас те токсины которые накапливаются значит в течение дня и так далее они тоже значит сбрасываются то есть очищается организм и вот это вот вся аллергия как правило она может тоже провоцировать провоцироваться за счет за таксованности организма а мы же ночью что делали чтоб не спать регул кофе представляете все 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 стимулирующие вот эти и пили поэтому собственно вот я поэтому говорю друзья высыпаетесь высыпаетесь потому что если вы не высыпаетесь и вот там же биологический сон глубокий сон биологический есть быстрый сон фазы такие в быстром сне у нас происходит один из аспектов это психологические решения проблем которые у нас накапливаются потому что мы видим там сны в этот момент веки моргают и я поэтому предлагал там прием такой когда ты хочешь немножко сбросить психологическое напряжение вот так поморгай 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 потом отпусти себя и вдруг у тебя напряжение один из приемов крича и биологический сон глубокий сон без которого невозможно потому что там обмен веществ восстанавливается конечно люди должны высыпаться иначе все из рук валится ничего не можешь сделать там у меня прокрастинация или как это слово никак не могу запомнить и выговорить жалуются я никак не могу взяться проект сделать все знаю но не могу все из рук валится хочется все время оттуда сброситься переключиться заняться более легким делом почему это у меня это просто не высыпаешь одна из причин она из причин давай дальше теперь скажем очень интересно с тобой разговаривать да и собственно я я бы хотел сегодня поделиться именно тем опытом который за все это время я накопил благодаря ключу да вот как говорится может быть с моей стороны не скромно до рекламировать метод ключ и ничего такого его весь мир знает уже тем более пользуют и даже не говоришь как народная песня и я собственно об этом стал делиться с друзьями вот я стал делиться с друзьями и ко мне очень много приходили те кто слышал ключ но почему-то как бы не обращались непосредственно вот как говорится инструкторам да те кто обучен и так далее им было интересно посмотреть что там за ширмой как это делается и так далее и конечно любопытство человека это это главный двигатель его стремление что-то познать вот и потихоньку люди стали узнавать что кто-то в казахстане владеет ключом и у нас было такое не очень то приятное событие я не помню точно год у нас сбор спустился сель да и настолько это было неожиданно что дети дети не могли ночью уснуть потому что испугались и взрослые и вот ко мне обратились коллеги из центра психологии и говорят слушай ну вот ты владеешь базовыми приемами ключа а мы не успеваем с детьми работать ты бы мог туда поехать и как-то вот показать им что-то с ними пообщаться вот и собственно мы туда поехали и у меня есть фотографии даже где мы работали значит что удобно в ключе то то что все все уже знают кто знаком с ключом это можно работать с аудиторией и не нужно им вспоминать об этом нужно думать о чем думается и собственно когда я с детьми и там и взрослые и дети и все вот в одном большом доме в одном большом зале собрались и мы это сделали мне было конечно я волновался мне было интересно действительно ли им это поможет и когда потом на следующий день я спросил у этих коллег психологов я говорю ну как они говорят слушай но детки спать начали они начали спать а так они уснуть не могли им казалось что эти валуны по улицам вместе с этой грязевой смесью то есть ключ помог и я получил вот эти благодарности и я в тот момент шейлой поделился тоже этой информации но ты этим детям какие приемы показывал они же в науках не разбираются я просто сказал думайте о чем думается в этот момент и они просто ключи делали вот шалтай болтай шалтай болтай я говорю а когда вы уже не хотите это делать вы просто вспомните что-то приятное что-то такое что вас успокаивает и так далее но если не думается об этом просто представьте что вы дома в безопасности с рядом с родителями вот и вот они потом извини пожалуйста я хочу еще раз вот для всех напомнить что ключ отличается от всех методов от йоги там от медитации от всех других методов тем что делая упражнения вот эти вот повторяемые движения и идиорефлекторные приемы надо думать не о качестве их выполнения как на физкультуре типа делай как я смотри что правильно делал не так а наоборот думай о чем думается и делай как делается то есть две свободы свободу сознания и свободу движения соедини дух и материи как раз снимается напряжение происходит самовосстановление организма аптека включается эндорфины там которые лечатся болезни внутренней аптеки это очень важный момент то что ты подтверждаешь когда ты им сказала додумайте то есть вот я все время это повторяю я говорю переживайте о чем переживается но на фоне приемов и получается что приемы и вы получаете получается вы как на руках у мамы вы переживаете чем переживается а мама подбирает вам ритм покачивания и вы получаете обратный связь важный момент почему я это сейчас вот беседе опять сказал об этом потому что вот мне кто-то звонит беспрерывно и спрашивает а как правильно делать вот так делать или вот так делать или вот так делать я вы делай как делается ты думай не о том как делать а не думай о том о чем ты переживаешь так я же прогоняю переживательные мысли я же бит хочу хорошо себя чувствовать так вот чтобы они прогнались как раз надо их не прогонять не борись собой больше напряжение еще лучше появляется наоборот выпускай пар но это мы еще потом поговорим в отдельных роликах и так далее а теперь пожалуйста ради чего мы с собой сегодня встретились ты же занялся кинезиологии потом и ты начал заниматься кинезиологии а я да да можно договорить давай давай меня очень интересует момент когда я посмотрел как ты ввел беседу журналистка где ты говорил череп асиметое черепа измерить родовые травмы да 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 и конечно же мне все эти феномены стали интересны и интересны и я стал изучать с точки зрения анатомии физиологии биомеханики и так далее да вот и собственно я прошел даже обучение у китайского мастера по рефлексотерапии вот но я понял что там очень много такого что ну скажем так нужно очень много лет практики фила знания философии это всю жизнь надо этому посвятить да и собственно а потом как-то случайно я понял что а как же определить вообще быстро причину проблемы какой-то физиологической проблемы чтобы попасть в точку в любой медицине есть диагностика да там психологии есть какие-то тесты по диагностике для того чтобы определить причину уже более по понятному вектору следовать вот и мне понравилось кинезиологии почему потому что там связано очень много именно с биологической обратной связи то есть мышечный тест называется да но сегодня я покажу вам несколько таких приемов тоже возможно это это вам тоже какие-то подсказки дадут и кстати кинезиология мне открыла многие закономерности эффективности упражнения синхрогимнастики вот 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 это интересно это мой инсайт скажем так относительно родовой травмы что я хочу сказать так как я занимаюсь много спортом то есть я я играю футбол я люблю футбол и я заметил что у некоторых людей как бы постоянно падает вот тонус до тонус тазовой части то есть неравномерно неравномерно распределение нагрузки мышц и я когда стал это значит как бы изучать этим интересоваться и случайно тоже как всегда все случайно где-то была такая статья относительно родовых травм то есть тех травм которые человек получил во время родов во время родов когда когда он сам рождался да и во многом это конечно связано с первыми вот этими примитивными рефлексами позже я скажу как это можно как это я связал с ключом тоже это рефлекс паралича при страхе и рефлекс моро то есть для чего рефлекс паралича при страхе он-то нужен для того чтобы когда плод выходил значит при родах он становился как он становился как пластилин и он беспрепятственно мог выйти и при этом рефлексе не нужно очень много кислорода вот и когда уже он вышел значит этот рефлекс должен перейти в рефлекс моро то есть для того чтобы уже сделать первый вдох вот и для этого по кресту там попки бьют для того чтобы вот ребенок сделал первый вдох вот но если у матери значит во время беременности она вся напряжение она вся в таком гипертонусе нервничает и внутриутробно значит развился рефлекс моро заранее то конечно же роды будут проходить тяжело потому что ребенок будет гипертонусе то есть он он будет сопротивляться ты поясни что такое рефлекс моро потому что не все это да ну рефлекс моро он отвечает вот вот за за вот этот вот скажем все рефлексы это связаны с выживанием да вот с выживанием и природа уже заложила что для того чтобы пройти легко через родовые пути и тело должно быть расслаблено но должно быть то есть кости должны скажем так будет пластичный да чтобы не было разрыв и тогда а потом когда вот этот вот рефлекс значит проходит угасает следующий рефлекс до для того чтобы сделать первый вдох да вот потом уже хоботковые рефлексы сосательный рефлексы ползательный то есть это эволюционно уже заложено природы где-то скажем так если я не ошибаюсь это 26 или 29 рефлексов рефлекс ланда вы как физиолог знаете я просто хочу попутно сразу сказать что метод ключ вот вторая часть метода ключ ключ 2 как раз основана сознательным то есть осознанном воспроизводстве рефлекторные действия которые инстинктивно нам жизни помогают форме упражнения и тем самым тоже сбрасывать напряжение тем самым тоже освобождаться от всех накопившихся эмоций нерешенных задач напряжения и так далее но это мы потом отдельно да и как вы что я хочу сказать в том что вот для спорта очень важно вот это вот целостная мобилизация мышц во время физических нагрузок но когда крайне сакральный ритм так называемый крайне сакральный да крайне у это череп сакральность это значит крестец он асинхронно работает у тебя никогда согласованности в спорте не будет такой эффективности и я думаю в спорте это вообще везде да 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 я подумал хорошо а как это синхронизировать вообще как проверить если у тебя это родовая травма ну хорошо там можно спросить у мамы например а были у тебя тяжелые роды а вообще как но я заметил что у людей которые скажем так нарушение вестибулярного аппарата развитие сколиоза развитие плоскостопия у них однозначно есть нарушение как какие-то статьи статические нарушения и очень часто это визуально заметно на черепе то есть может быть асиметричный череп да может быть асимметрия глаз и так далее от от этого зависит и значит насыщение мозги кислородом это и так далее да и кровотоком и есть такой простой тест 1 такой тест он очень простой значит как проверить асимметрия мозга если придерживаться до если придерживаться простой такой логичной теории если дышит а все все кости то одинаково дышит то собственно и череп должен быть одинаковым максимально симметрично и мы берем простой вот такую веревочку да она должна быть очень такой неупругой она должна быть очень стабильной и мы обвязываем значит окружность головы делаем вот так вот узел завяжем уже для того чтобы знать что с правой стороны у нас значит как бы репер да и спереди спереди фломастером мы можем ставить середине точку да и сзади на самой веревочки да вот на самой веревочки значит ставим точку и сзади ставим точку и для того чтобы понимать левая правая часть и вот край уха где ухо кончается край уха верхнего уха мы тоже ставим точку а потом когда снимаем то есть мы фиксируем переднюю точку задней мы же эти края тоже видим да и мы видим например банан это значит что одна сторона дышит а вторая не дышит а симметрия да да есть асимметрия есть асимметрия дыхание это однозначно да она не у всех есть если сделаешь значит кинезиологическую коррепцию то восстанавливает этот крайне сакральный ритм и ритм начинает восстанавливать то есть череп начинает дышать правильно не деда исходно она у всех есть асимметрия исходно не у конечно никакой коррекции не делали исходно не у всех есть не у всех сколько процентов примерно но я скажем я где-то 75 процентов и 100 процентов 7 у 75 это обнаруживается среди них сколько процентов людей которые пришли жалобами что они плохо спят что у них тревожность ну во первых они нормальный здоровый человек пришел у меня ничего не болит а вот у него осень да во первых многие об этом не знают нету многие не знают что причины скажем а мигрени головные боли нарушение прикуса это это вследствие родовой травмы то есть недостаточно я это понял когда это больной человек и ты обнаружил у него асимметрию можно подумать что у него это связано с этим а я какой процент таких людей среди всех вот например 100 процентов пришли среди них ты сказал 75 там у них асимметрия вот среди этих семидесяти пяти процентов здоровых и жалующихся на асимметрия потому что может быть у всех такая асимметрия здоровый человек пришел и у него тоже может быть асимметрия да здоровых дорог которые ни на что не жалуются есть такая есть такая да они они здоровые но то есть у них есть асимметрия но они не жалуются есть такие но тогда может быть жалобы тех больных связаны с этой асимметрией да может быть поэтому это углубиться и посмотреть на это повнимательнее да поэтому померить уста человека определить сколько жалуется сколько не жалуется определить совпадают они с этой асимметрии не совпадают и тогда будет более точно копейка у тебя будет время этим заняться и посмотреть да так здесь связь прервалась немножко я не услышал перед этим что вы сказали я говорю это очень интересно но надо все таки наука что такое это уточнение выяснение они реально для того чтобы большим людям можно было помочь и в профилактике и в коррекции и в обучении саморегуляции самоздоровление и в здоровом образе жизни надо все таки сделать чистый эксперимент взять допустим 100 человек у всех померить асимметрию затем разделить их по степени допустим там из них 50 жалуются на проблему тогда понятно что это асимметрия связана с их жалобами а другая 50 процентов я условно говорю не жалуются ни на какие проблемы все же живут счастливыми и говорят никаких проблем нету и у них тоже оказывается асимметрия может тогда дело не в асимметрии вот это надо вот это надо проверить еще правильно но допустим мы приняли точку зрения которая говорит кинезиология допустим мы ее приняли исходя из нее берем человека который жалуется и проверили у него асимметрия его теперь понятно почему и начинаем ее исправлять так давай да и вот значит как мы можем проверить то есть в чем в чем собственно и ценность кинезиологии да знаете наверное человеческая психика она именно состоит вот из такой части когда человек говорит ну вот не знал я проблему и спал спокойно а сейчас приду и не знал а ты мне скажешь что у меня проблема поэтому сложно здорового человека надо предупредить да 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 это у 70 процентов поэтому приходят уже как они говорят ко мне кто приходит который я там был там был там был и вот мне ничего не помогло а может быть это поможет и у нас же есть кинезиологический тест мышечный тест то есть мы проверяем то есть каким образом да не не просто проверили веревочкой а есть так называемое понятие провокации до терапевтическая локализация и провокация то есть я что делаю я смотрю височные кости и я смотрю изначально тонус мышц какой сильно у него рефлекторно биологическая обратная связь до сильной я беру нажимаю ему и говорю сделай вдох то есть фаза вдоха он делает вдох у него сильно я говорю хорошо сделай теперь фазу выдоха и он делает фазу вдоха и выдоха я вам нажимаю и у него все падает я вижу подожди давай уточним ты ему предлагаешь держать руки одну руку одну руку напрячь ее или как и просто держать просто удержать вот я держу я держу теперь ты мне предлагаешь чтобы я сделал вдох до держать ее крепко или просто держать ну давайте я вам сейчас покажу попробуйте сейчас почувствовать мышечный тонус вот вот сделайте вот так кольцо вот так вот кольцом да и попробуйте и это кольцо к другой рукой разорвать другой рукой года так вот не снутри неудобно вот��고 так вот попробуйте разорвать вот так разорвать да 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 но только со стороны снимиoms мадрики смотрите хасам огребентов вот кольцо наружний части stan bail по раздвинуть да вот так пальцы не надо специально раздвигать ну не раздвинете да вы сейчас не раздвинете не надо надо сосредоточиться логику не включайте да теперь возьмите сейчас нажмите вот сюда вот височные части и сделайте вдох задержите дыхание и попробуйте раздвинуть сейчас не развивается также да нет у меня зависит у меня очень такая способность очень мощно я просто логику пока не понимаю поэтому я вопросы дополнительно задаю потому что мы сейчас что проверяем тонус мышцы тонус мышцы я держу руки вот так да и пытаюсь без приложения усилий просто вот приложением усилия вы пытаетесь раздвинуть это кольцо ну да про без напряжения пытаюсь нет напряжение надо надо прикладывать я приложу так я и разорву нет вы не разорвете то как же нет вы же эту руку сопротивляетесь а так вот так и скажи чтобы поняли вы же держи крепко не можете теперь вы берете вот височные кости височные кости и делайте такое движение вместе с вдохом задерживаете вдох и точно это действие пытаетесь проделать как это сделать вдох задерживая а вот смотрите сделать вдох вместе с нажатием и задержать дыхание и задержите дыхание и попробуйте сделать это не нет 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 вы бы поддались выпадались наверное потому что у меня внимание раздвоилась и я поддался да а теперь обратно сделайте то есть вдох выдох задержите вдыхание на выдохе и попробуйте разорвать ну понимаешь в чем дело я могу вниманием регулировать а ну понятно мне надо задачу правильно понять потому что если мне скажешь сосредоточен на том чтобы поднять чашку с напряженной мышцей я подниму потом скажешь подними чашку сразу расслабленной мышцы и опять потому что я внимание сосредоточен до вот вопрос чем давай мы наташу попросим наташа да я вам логику еще раз объяснить логика в том чтобы человек понял правильную задачу понимаешь вот пожалуйста наташа сейчас тебе лев тест проведет ну иди сюда ну там стой вот я буду смотреть давай чтобы задача состоит в том чтобы человек почувствовал разницу где ему кольцо легче раздвинуть да легче то есть вот вот он он сейчас нейтральном состоянии он просто пытается это кольцо разорвать другой рукой друг пальцами другой руки у него она не разрывается попробуй а у него с проблемы с рукой у него болит пальчик она повредила позавчера ну хорошо давай еще раз давай еще раз я просто хочу тебе сказать да само понимание условий задачи как важно для человека вот я до сих пор не понял что в принципе я должен держать крепко до не пускать разорвать этим должен не напрягаясь пытаться напрягаясь напрягаясь ваша задача разорвать то есть так теперь вот вода это вот так именно по кирпичику значит держать крепко и в то же время пытаться разорвать пальцами также крепко напрягаясь и разрывать да вот теперь вот теперь понятно 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 теперь значит мы делаем вдох нажимая на эти части точные части вдох и задерживаем дыхание и делаем то же самое не разрывается да не разрывается а теперь теперь делаем обратно теперь выдох и задержим часть да да вы на вдохе задержали дыхание а теперь на выдохе задержать дыхание надо сначала вдохнуть перед ну конечно конечно ну так и говори да выдох и за и и нажимайте на выдохе и попробуйте разорвать разорвалась вот значит фаза выдоха у вас то есть разницу вы почувствовали фаза выдоха стрессовая то есть мышцы ослабели это как физиологи говорят сядь сядь мы сейчас тебе скажем не очень добрую весть а потому что мышечная масса мышечный тонус при стрессе падает сейчас можно я тебя спрошу значит если я буду стоять просто стоять и буду держать руку да я попрошу наташу допустим или кого-то повиснуть на не повиснуть ну кто-то повис на руке а я держу крепко до повис на руки а теперь я представлю себе что у меня трагедия какая-то да и опять держу руку крепко и он виснет и она проваливается до стресс это же потому что эмоциональная отрицательная эмоция вызывает ослабевание моего внимания на решение задач да а если я представлю себе счастливый какой-то момент жить и буду держать о счастье я влюбился или я рисую и буду держать будет крепкий совершенно верно то есть наше психологическое состояние у нас же внимание раздваивается я решаю эту задачу эту задачу я там думаю о счастье и для горе внимание же она и там и здесь и вот а я думаю о горе у меня здесь внимание слабее правильно да 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 абсолютно здесь то же самое да то же самое да то есть если мы нажимаем если мы нажимаем на вдохе одно внимание получается если мы на выдохе я запутался но поэтому тут тоже есть инструктора есть кинезиологи для того чтобы это показать ты знаешь я тебе скажу я не хочу тебя запутать но я хочу тебе сказать от искусства инструктора правильно объяснить как распределять внимание в момент выполнения этого теста наверно очень большое значение конечно касается настолько сугестивные потому что я любом тесте могу 70 процентов людей в любом тесте могу сразу переубедить и убедить понимаешь я могу ему внушить что он больной я точно так же могу сделать вот так и в душу здорово и он начнет поправляться потому что люди очень трансы не бывают тоже но это я так по ходу я к тому что насколько в науке требуется скрупулезно внимательно учитывая сколько обстоятельств и самое главное психологии человека я попутно хочу сказать вот сейчас очень очень модно продавать различные такие генераторы игрушки которые якобы помогают там лечиться там обезволиваться и там как будто бы все волны радиоволны от них защищаться его попросил человека ты этим пользуешься генератор там стоячие волны вихревые толки но какая-то коробочка такая он ее купил ягод прикладываю у меня радикулит прекращается я говорю слушай покажи средства он раздел у него раз я вижу он легко в транс ходит так если он легко в транс ходит а теперь непонятно это коробочку вызывает или он так легко в транс ходит думая что коробочка вызывает и совершает действие понимаешь совершая действие ждет улучшение конечно у него будет улучшение поэтому даже приборы надо проверять в чистом поле надо проверить насколько ряд людей на которых проверяют приборы насколько они трансы потому что по вере вашей да будет вам но если я верю что этот аппарат мне поможет так конечно значит это же гомеопатия это плацебоэффект получается мы должны поэтому все тесты тоже так проверять но я не хочу вот сейчас закорачиваться на этом чтобы не запутывать всех но хочу сказать как сколько нам приходится вот с этим возиться всем с каждым тестом для того чтобы понять насколько он объективен и насколько он субъективен ну извини ну давай это мой больной конек потому что я наукой занимаюсь время изучаю да ну давай поехали ну на первый взгляд для меня это конечно в начале мне тоже это было сложно сейчас конечно для меня это просто я думаю как же людям это так сложно объяснить им надо правильно надо на эти слова чтобы до каждого дошло потому что один уже начинает как я вначале пытался там делать а этим вырывать окажется надо было там тоже я же это не учел ведь я не услышал сразу все прошу меня было было сами а теперь вот такой интересный момент значит связано синхро гимнастикой я так вот наблюдал за у меня вот мама тоже пожилая уже почему она с возрастом становится очень такая суетливая очень такая скажем так вот торопится куда-то и собственно вот это вот руки начинают дрожать да вот ну с возрастом а кто-то какие-то старики они наоборот медлительные но при их медлительности они смотрят фильм ужасов вот эти вот негативные новости и так далее и потом вот как-то ко мне вот этот вот пришел инсайт в том что у нас же эволюционное идет развитие то есть мы сначала как говорится с маленького возраста активная фаза и потом идет уже пассивная фаза и как бы почему мы с возрастом начинаем похоже быть надеть на детей потому что вот эти примитивные рефлексы начинают опять активизироваться и для того чтобы они истощались да то есть истощить их опять и продлевать молодость нужно их постоянно ну как бы истощать они активизируются потому что ну вот наверное такой цикл жизни и я когда стал замечать думаю хорошо почему ключ иногда дает вот мне такой вот заряд энергии да например я становлюсь спокойным но понятно я сбрасываю напряжение так далее так там есть очень интересное упражнение то есть там пять элементов да вот есть такой элемент когда ты раскрываешь руки потом согинаешься и делаешь сброс так вот вот этот вот именно элемент он очень хорошо угаска как правильно угасает рефлекс паралича при страхе то есть вот этот вот движение а если ты еще и дышишь и делаешь как спиральные движения потому что у нас жизни все движения это прямолинейные вот вот все движения а вот в восточных практиках там везде вы видите что вот цигун везде очень много спиральных движений я добавляю туда спиральные движения и я делаю произведение что значит в жизни все движения прямые что это мы ходим сидим берем что-то у нас все такие вот при а танцую ну мало кто танцует я например мало кто танцует они конечно мобильные более мобильные вот и вот это вот движение она очень хорошо помогает угощать вот этот вот рефлекс паралича при страхе то есть просто угощение идет как упражнение для угощения понятно да не совсем понятно паралич при страхе что ты имеешь ввиду рефлекс паралича при страхе когда да это это вшитая программа физиологии человека когда скажем вот я хлопнул а у человека может тонус упасть вот я его толкнул а у него тонус падает и он любая неизвестность одного человека вызвать оцепенение может думать не может заторможенное состояние наоборот моего рефлекс может вызвать то есть бей беги оцепенение три инстинктивных действия в ситуации неопределенности это симптом выживание из них один вот это оцепенение ты это имеешь ввиду но это вы говорите о поведении сейчас на на стрессовое а я говорю на его базовое базовое состояние инстинктивные какие-то бессознательное его проявление бессознательно бессознательно когда у него страх то у него происходит да то у него происходит вот это вот тонус мышцы падает он весь тревожится подожди подожди я не понимаю ты знаешь как важно вот правильно объяснять вот я ищу эти слова чтобы достучаться до понимания человека поэтому у нас их гимнастика такая простая потому что ну я думаю сразу говорю что вектор внимания на решение твоих полночь вопрос и делай как делается да например подбирайте действия которые тебе подходят не только эти пять это шаблон для того чтобы просто не поэтому то есть вот эти слова я все отрабатываю годами для того чтобы так просто выглядело а здесь тоже надо видимо вот потому что когда ты говоришь о паралич страха у каждого свое представление вот когда у меня страх напряжение возникает у меня внимание фиксируется на ожидании негативного исхода ситуации я знаю что я в транс попал я знаю что ничего не случится я знаю что если я сейчас настроюсь на хорошее но самое главное же трудно там перенастроиться поэтому мы этот навык формируем в разгрузке по перезагрузке чем больше стресса тем больше сил на ноль когда выходит но здесь вот я еще не понимаю этого текста поэтому я переспрашиваю переспрашиваю потому что еще кому-то может быть непонятно это же школа поэтому переспрашиваю что значит паралич страха вот расскажи пожалуйста еще раз а давайте еще раз а первое это рефлекс да это примитивный рефлекс который вшит природой в человека вот он уже эта программа это не безусловный рефлекс который вследствие жизни формируется это рефлекс который вшит программу человека и вот при рождении он уже вшит для того чтобы ребенок мог пройти все вот эти этапы эволюции человека при взрослении это самые вот эти первые рефлексы и когда человек уже стареет феномен заключается парадокс в том что они начинают опять активизироваться вот тут понятно да не понятно это закономерность такая то есть они начинают активизироваться за счет чего за счет ну так природа задумана вот вы согласны с тем что когда люди стареют они начинают похоже быть на детей несмотря на какие дети суши тут все понятия требует определения понимаешь люди потому друг друга и не понимаете иногда потому что для меня ребенок это классно это классно когда он стихи сочиняет когда он поет я вот смотрю видео как дети поют у меня прямо трогать слезать и чат понимаешь от восторга трепета я когда ты сказал что старики становятся как дети я вдруг вот это представила другой представить например ребенка капризного какого-то бурчащего сидящего ногами стучащего понимаешь который все время плачет у каждого же свои представления абсолютно согласен да поэтому нам надо как-то вот почему писатель чем отличается от не писателя он говорит тоже самое о чем думают все люди но он умеет это выразить словами понимаешь потому что у него талант продумывания как правильно сказать чтобы больше людей вы поняли ну поэтому он писатель понимаешь он тоже говорит ушла о чем я переживаю он тоже это любви он тоже говорит о том все я думаю потом да я что ж так думаю так он говорит так и я так думаю и ты думаешь и третий так думать но это же я говорю потому что я нашел слова как выразить понимаешь далай-лама все время говорит о том что миротворчество дружелюбия мир среди людей мы все одинаковые уже все время говорит но почему его не хватает но все же это слышат и христос говорил люби ближнего своего ближний для тебя это всякий приводил притча самаритян его же все слышат а почему войны почему они все время это говорят и магомет этот самый говорил а почему все равно войны происходят но все же говорят как бы больше все понимают по разному все понимают по разному и толкует по разному мы все вроде бы одинаковые выразить эти мысли вот сегодня уже надо науку человечность определить понятие что значит убор что значит сопереживание все вместе должны определять сегодня уже новый век и надо уже понимать что мы не живем головах друг у друга надо уже понимать что мы должны когда пытаемся что-то сказать что-то выразить развивать у себя эту способность пытаться говорить понятно до большего числа людей понимая что мы не живем головах друг у друга понимая что у каждого человека могут быть свои ассоциации понимая что самая главная проблема общения это когда ты разговариваешь человеком и думаешь что он все понимает как не что он все чувствует как ты что все он испытал как ты а он не ты и ты ошибаешься и ты потом думаешь что такой дурак меня не понимает а он еще при этом головой живет понимаешь от ноги начальник пришел всем раздал задачу поняли все поняли потом пришел через две недели почему не сделали оказывается каждый понял по словам понимать общение большая проблема слушай поэтому педагоги и выдающиеся которые умеют правильно выразить но это надо тоже правильно выражать я это по ходу вставляю свои вкрапления не случайно потому что она на я аудитория миллионная аудитория за много лет понимаешь и все время особенно это уже проблемы стал что надо вот человеку что-то объяснять ну хотя бы спросить как ты меня понял и он тебе объяснит как он понял а кайса что наоборот ну то чтобы что вовсе изыкнуть я сейчас же делюсь своим опытом я не пытаюсь научить сейчас один это очень важно наш разговор я считаю супер ваш супер важный потому что простой текст простая веревочка да и поэтому я тебя сейчас еще раз пишу еще раз покажи веревочку еще раз скажи как все-таки надо теперь исправлять какими приемами это будет супер давай да но сначала нужно значит посмотреть если асимметрия черепа или нет конечно это не микрометр да но нужно измерить что дышит ли твой череп синхронно значит ты берешь обматываешь значит да по окружности черепа веревочку делаешь отметку спереди и сзади следующие отметки по краю уха где ухо кончается запоминай наташа потому что измеришь мне пожалуйста и берешь мне важно потому что у меня точно была родовая травма и если есть асимметрия она будет как банан согласитесь да вот такая значит кости черепа дышит не совсем ровно это не это что они кривые кривые или что-то просто они на этот момент одна спазмированная часть а вторая дышит вот и собственно это уже причина для того чтобы задуматься вот и для этого конечно может быть люди разные люди скажем стадии патологии может быть разным и суть коррекции заключается в том чтобы синхронизировать дыхание черепа вместе с тазовым дыханием крайне сакральным ритмом вот и вот это вот для чего кинезиологи нужны чтобы вот это дыхание до с помощью манипуляции на череп синхронизировать вот поэтому это я вам показать сейчас не смогу потому что это целая лекция не ну ты можешь и тебя попросим ты сможешь еще раз со мной встретиться конечно мы сделаем несколько встреч это потрясающе будет да потрясающе будет мне обязательно нужно почему я заинтересовался во первых я тебе доверяю пошли и круч знаешь во вторых я знаю что ты человек любознательные ищущие и поэтому доверяю поэтому эти столько вопросов чтобы разговаривать с собой чтобы все услышали чем вечер и почему мне важно это во первых у меня точно у меня точно какая-то была видимо родовая травма я же не маленький был и не спрашиваю об этом я же не знал как это ваш понимаешь по людей очень много людей у меня вот клиентов пациентов самых тренеров и супер тренер очень много людей которые вот не жалуются что я тревожность у меня бывает там страхи два героя советского союза у меня который страхами на вещи я вот говорю суши я например страхами всю жизнь страдал потому что я на самом деле думаю наверно может быть один из элементов это родовая травма потому что у меня точно совершенно точно я часто вот так делаю мне потом отпускают и через совершенно точно потому что я тогда утром проснулся они в свое время не выспавшийся кто-то меня разбудит звонок там у меня мушки перед глазами бывает с детства с детства это было тогда когда еще никакая психология у меня не было я был маленький я помню что я в огород уходил свежий воздух утром меня разбудили на чуть чем нужно я чувствую какую-то беспокойность тревожность и мушки плавали на то что у меня что-то было потом много лет назад оголок саша мой товарищ который вот хера практика основать хера практике или как она называется а он мне как-то измерил много лет 35 лет назад еще и говорит по моему у тебя асимметрия это очень давно было да что с этим делать и как делать я не знал и вот насчет асимметрии могу сказать что у меня волосы растут странным образом у меня с одной стороны волосы мягко растут а с другой стороны жестко растут да и цвет волосы здесь больше седина здесь там жестче они как южики очень интересно да и затылочек у меня плосковатый плосковатый я не знаю то ли это родовой травмы то ли от люльки в которой когда я маленький был у нас бешик такой знаешь в казахстане бешик ребенка качает мы же маленький вот так были запиленок и вот поэтому а чего у меня такой затылочек не знаю но я знаю вот скажи пожалуйста у тебя много людей которые с круглым затылком как положено или с плоскими затылками вот как это но с плоским меньше встречалась конечно в основном асимметрия боковая то есть с виду вроде бы не видно но то есть вот спереди с фейса не так видно но когда отмеришь начинаешь видеть то есть что именно боковая часть видно а затылочная часть как правило это ну сложно исправить потому что это там скажем так это уже кость уже сформировалась ну вот видимо у меня из-за этого всю жизнь проблемы были из-за родовой травмы и поэтому я и в школе плохо себя чувствовал на первых уроках я просто с ума сходил я с ума сходил думал когда же педагоги когда же педагоги когда же наконец можно двигаться чтобы надо было сидеть а еще к этому одновременно обладаю колоссальной волей то есть я при этом 45 минут сидел на уроке испытывал эту муку муку что вот я не до выспавшихся мне хотелось хотя бы двигаться понимаешь я очень серьезно сидел как учительница говорила вот я в этом такая пытка для меня была я поэтому ну короче говоря но я такой волевой что я потом когда учительница заходят все должны встать стоять приветствовать я так стоял приветствовал такой был волевой что меня поставили в пример вот так надо приветствовать учительница понимаешь это меня который а я на самом деле безвольный то есть вот где воля где безволия вот это очень интересный момент очень интересный момент об этом мы потом поговорим хорошо и давай вот еще скажи значит методиками кинезиологии ты можешь помочь человеку самому себе измерить и самому себе откорректировать самому себе откорректировать будет сложно на все сто процентов но скажем на десять процентов можно пять процентов это возможно ну хоть чтобы человек почувствовал себя на че потому что у меня есть которые с паниками со страхами они погода меняется сейчас они вот начинает вот у меня вот 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 я хочу хочу а все равно резкие перепады погоды никуда не денешься если у них это родовая травма была тогда может помочь это мы тогда им скажем а вы измерьте себе и нажимаете я уже говорю по ходу . нажимать и нажимать эти . я вам показывать какие а ты добавишь ты добавишь давайте составим именно такой как как вы говорите понятный протокол или понятные какие-то понятные упражнения для того чтобы человек мог сам это сделать ему было понятно да 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 вот это будет супер у меня этой задачи не было поэтому я сегодня но мы же коллега в этом отношении поэтому мы должны и и почему я хосай магабетыч затронул тему то примитивных рефлексов потому что я заметил что если человеку даже сделаешь мануальной манипуляции если даже человек перенес операции там удалил грыжу и так далее но он не проработал примитивные рефлексы это возвращается все то что рифлик рефлекторную дугу надо положить вот 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 поэтому я хочу чтобы поскольку в нашей школе люди должны быть грамотными во всех этих делах и что когда кинезиологов они смотрят и когда йогов они смотрят и когда они смотрят методы психотерапии чтобы они вот осознанно подходили к этим вопросам сколько там недоработанности сколько там недоопределенности сколько там надо вместе подумать как правильно это выразить чтобы было понятно потому что у нас смотри какая смешная история я помню себя еще 40 лет назад как очень модно была астрология как все балдины от этой астрологии ой все читали в газетах эти колонки астрологии все были счастливы как они были сейчас и доказывали другим что там все правильно все правильно 40 лет прошло сейчас пишут уже кибернетическим способом выясняют эту астрологию и опять все счастливы слушайте если такие тонкости в астрологии которые за 40 лет усовершенствовались какого черта они 40 лет назад были счастливы в той астрологии где было все это не усовершенствовало вот это где вот это психология вот это психология поэтому надо знание только знание обладает это свет против мракобесия сейчас и эзоптерика сейчас и колдуны какие-то там учатся инопланетные существа как будто существует особенно молодежь которая хочет развиваться любознательно хочет понять что и как и чем квалифицирование чем понятие мы будем рассказывать и беседовать и учить всех вот так скрупулезно копаться в определении как мы с собой сегодня делали считаю что мы в одном уроке сегодня сразу два науки общения науки общения когда вы вместе его мы хотим понять о чем идет речь а не самоутверждаться но это называется синергетический диалог и самой науки предмета вот о котором ты говоришь я я тебе очень благодарен я тебе очень благодарен давай тогда настраиваемся следующему ранее мы там еще за кадром перепишемся на какие моменты но мы сделаем так несколько встреча для всех как мы их назовем как ты считаешь но как вы назовете так и может у тебя предположение есть какое-то ты скажи свой вариант я скажу свой и мы потом согласуем но если честно пока у меня нет никаких вариантов я думаю что а давай мы тогда так сделаем встреча с интересным человеком и твое имя фамилия напишем и потом предложим предложим всем чтобы они в комментах написали интересно и это продолжение и какие аспекты все бы хотели чтобы мы подробнее изучили в этом в этой области которые мы сегодня обозначить хорошо хорошо я абсолютно поддерживаю и знаете я хотел вот что еще с вами поделиться пока вы мне рассказывали это сейчас все да я такой вот инсайт у меня появился что оказывается когда ты из теории кому-то показываешь практику это так вроде бы на первый взгляд сложно но легче а когда вот из практического опыта ты хочешь теорию показать это сложно это вообще сложная и я вот думаю как же люди пишут книги это же понятно же надо написать это значит я тебе скажу ты любишь свое дело я люблю свое дело и поэтому у нас получится и поэтому у всех все получается когда они свое дело делаю с любовью все хорошо что делается с любовью и беда в том заключается что очень многие люди сейчас хотят чем-то заниматься из других соображений не потому что они это любят а потому что ну допустим для выживания надо или там еще для чего-то там трудно переучиваться на новую профессию вот когда ты находишься в своей обойме как говорится поэтому мы скрупулезно можем заниматься тем что нам нравится и поэтому самое главное всем вы всегда будете первыми если вы будете делать дело своей жизни своих талантов своих способностей там где вы работаете чувствуете себя счастливыми вот я уверен вот я сейчас мы сейчас с львом возьмем разговаривать мы можем до утра хотя его не видел я вообще-то никогда не видел правильно тешево заниматься да а я вот раз взглядились мы я до утра готов разговаривать потому что я вижу человек стремящийся к пониманию и стремящийся поделиться я тебя обнимаю до встречи спасибо все до встречи